И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и прямо-таки сейчас у нас появляется анонс о мартовском челлендже. Я быстренько записываю для вас видеоролик, дабы всё это вы могли прямо-таки сейчас узнать. Завтра у нас данный челлендж уже появится в игре. Сегодня быстро пробежимся, поговорим, что у нас будет в этом челлендже. Не знаю, я думаю, что это будет очень-таки такой маленький, коротенький ролик. Но обязательно поставьте палец вверх за мою скорость, за мою информативность для вас. Я думаю, что ещё многие об этом не знали, многие это ещё не видели. Поэтому вместе с вами быстро сейчас всё это дело смотрим. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на канал, и в комментарии обязательно прямо-таки сейчас нажимаем, пишем своё мнение вообще по данному всему челленджу, как вам призы, нравится, не нравится, так что как-то так. Что у нас будет, ребят? Сразу же, у нас не будет рельсы XT. То есть все думали, что будет рельсы XT, и будет Харёк Легаси. Харёк Легаси имеется, но рельсы XT нет. Есть шафт XT, и, как по мне, в какой-то степени, наверное, даже лучше, чем рельса, но вы сами понимаете, что данную пушку я себе точно не приобрету, мне она, в принципе, неинтересна, и на основе точно у меня, мне это данное ХТ будет вообще лишним. Но для всех любителей шафта, безусловно, я вас могу поздравить, шафт XT вы сможете себе получить, выполнив 50 уровней именно-таки данного мартовского челленджа. Также у нас будет три новых анимированных краски, как по мне, не такие уж и плохие с виду. В принципе, Огненный Голем вот такая вот магматическая красочка, не знаю даже, на что она будет похожа, там явно есть какие-то сочетания двух красок, но такая вот прикольная анимированная краска у нас новая появляется. Также краска Лианы и краска Холло. Ну, понятное дело, что я бы для себя выделил именно-таки первую краску, я бы не выделял для себя не ту Лиану, которая там переливаются какие-то листочки, не Холло, Холло тоже какая-то такая стрёмная немножечко краска, и при том, что она похожа на первую краску, да даже на Киберпанк она похожа чем-то, просто переливается немножко другой цвет, поэтому как бы ничего такого сверхъестественного, ничего такого сверхэффектного нет. Также к этому всему делу у нас будут эффекты выстрелов, эффект Аква на Рикошет и Тёмная Луна для Твинса, то есть два эффекта новых будет, Твинс, Тёмная Луна, я так понял, это чёрный, Аква это синий, если не ошибаюсь, на Рикошет, значит, эффект, возможно, ошибаюсь, если ошибаюсь, отпишите по этому поводу в комментарии, потому что, ну, как бы, нету инфы, нету инфы, как бы у меня полный, поэтому, может, вы знаете лучше. Ну и вообще полностью именно-таки данных цепочек пока ещё нету, это значит, что будут ещё какие-то новые простые краски, но здесь про них ничего пока не написано, поэтому будем ждать завтрашнего челленджа, будем ждать каких-то больших анонсов, пока нету дополнительной какой информации, нету вообще самой этой цепочки, но всё как всегда, я думаю, ничего не поменяется, 2000 звёзд, стабильность, ну и будем ожидать вместе с вами, сегодня я ворвусь к вам ещё с одним интереснейшим роликом по именно-таки добалансу всех этих дел, поэтому ждите, будем сегодня тестировать много чего интересного, также я буду бомбить, если интересна вся эта тема, обязательно не забывайте прожимать палец вверх на данный видеоролик и подписываться на канал, пока на этом всё, всем спасибо, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok